Яркость, новаторство, талант и, как ни странно, протест. Именно эти слова ассоциируются у меня с Лэлой. Протест, потому что девушка не боится общественного осуждения и не боится плыть против течения. А это большое искусство, в основе которого лежит настоящая смелость. А, забыла отметить неукротимую тягу Лэлой к экспериментам, в результате которых известные композиции в новой аранжировке обретают свежее дыхание. Давайте посмотрим, как Лэлла известную всем рок-песню исполняет на электрокубы. Лэлла играет на кубызе 7 лет. Это была любовь с первого взгляда, говорит исполнительница. Однако, возможности классического инструмента не давали Лэлле экспериментировать. И тогда ей пришла идея создать первый в мире электрокубыз. В конце прошлого года при помощи краудфандинговой площадки ей удалось собрать на него необходимые средства. Как раз я ехала в такси, слушала Queen, Samba, Ritzelove. И там есть гитарное соло классное. Я, конечно, как всегда, в своей мечте. Я стою и играю вот эту песню. И вот именно соло беру и играю на кубызе. Блин, вот тут, понимая, что акустически он не потянет. Я думаю, блин, надо делать электрокубыз все-таки, чтобы оплощать вот такие идеи жизни. Я думаю, что электрокубыз опережает в свое время. Когда я краудфандингом занималась, собирала средства на это, конечно, очень было много и хейтеров. Было, конечно, обидно, но я понимала, что, как всегда, новые вещи всегда воспринимаются от штыки. Я очень долго работаю с тем, чтобы идти против общественного мнения и идти по сердцу. По словам Лейлы, на кубызе можно исполнять композиции самого разного жанра – рок, джаз, классику. На самом деле потенциал инструмента очень большой, учитывая, что скрипка, да, она классная, конечно, но в отличие от скрипки у него более такое комордимое, чуть-чуть такой он парохотистый. Но если как сольное, кубыз ничем не уступает и даже привносит вот этот свой какой-то вот колор, да, такой вот фольклорный. Я вот сейчас немножко сыграю баха, послушайте. Моя задача, возможно, казахскую музыку привести в мировую, потому что она достойна этого. Казахская музыка достойна быть на уровне кельтской. Тем не менее, Лейла часто сталкивается с незаинтересованностью слушателей. По словам исполнительницы, на ее концерты в основном приходят иностранцы. Среди казахстанцев национальные инструменты, к сожалению, не в большом почете. Западные люди лучше воспринимают нашу культуру, чем мы сами казахи. Но просто мы медленно развиваемся. С юрт мы недавно буквально, можно сказать, съехали. Но это правда. И это неплохо. Это неплохо, нехорошо, но когда есть Америка со своим фондовым рынком, со своим шоу-бизнесом, мы, конечно, реально в пролете в этом плане, да, в плане развития. И страдает всегда что? В первую очередь страдает культура и искусство. Казахи очень талантливые народ, очень талантливые. Хотя к артистам везде так относятся, конечно. Лукавить не буду. Даже в тех же Штатах. Пока ты не добьешься, свое слово не скажешь, тебе так, ты там артист, типа, ой, бещара. Культуру в Казахстане нужно развивать и обогащать, говорит Лейла. И для этого, по ее словам, нужно сделать следующее. Я вообще против того, чтобы государство спонсировало все вот эти культурные учреждения. Потому что я слезла с иглы бюджетной организации. Это реально наркоманская игла, которая тебе платит постоянно какую-то очень такую средневоленную зарплатку, на которую ты вроде как бы не богатеешь, но и не умираешь от голода. И ты на нее пашешь, 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 и ты в один момент понимаешь, что, а куда я вообще иду, что я делаю. Тут что-то раз хочется взять, потом смотришь на остальных, что-то никто не делает. А что я тоже буду стараться. Все, и это начинает превращаться в дилетанство. Люди не хотят расти, люди не хотят, чтобы делать новое. Я их понимаю. Поэтому все в частные руки. Мне как-то сказали, а если так все сделать, вдруг все пропадет, вот не будет ничего. Это, говорю, отлично. Нужно умереть, прежде чем воскреснуть. На будущее Лейла строит грандиозные планы. Талантливая исполнительница планирует познакомить с электрокобызом весь мир, а также показать всем и каждому красоту казахских киуев в современных аранжировках.